привет народ по ходу забор уходных ножей я так подозреваю так как бы его открыть чтобы назад это все не запаковывать а в эту же упаковку хотя нет никакой коробки чтобы запаковать народ детское творчество это рисунок детский ножи завернуты в детский рисунок ребятенок старался рисовал на попу взял и поэтому папа с ним жестко поступил все до кучи сгорнул ну да ладно назад мы отправим правильно запакованные ножи в общем народ хлебный ножичек у нас ну они все такие я так понимаю да под убитые тут по ним лупили хорошо давайте мы сейчас все включим ножи эти да магнитит к себе всякие железяске видать на вот этой штуке стоят знаете на магнитной планке под убитые так сверху и на теле короче мужья вот сейчас прям можно позвать жену позвать жену и сказать дорогая иди тебя зовут вот зовите же он прям зовите серьезно собрали жены экранов а теперь жены обращение к вам не рубите большими ножами вот кость и там сверху чем-то там молотком каким-то топориком еще чем-то бить не нужно то есть если вы хотите разрубить какую-то косточку возьмите лучше какой-то маленький нож и по нему бейте поверьте мне для него это ну меньше последствий принять чем большому между то есть большого на живую здесь кромочка намного тоньше чем у маленького маленький намного грубее то есть вот этот нож сломать на кости гораздо сложнее чем сломать вот этот но этот нож стоит ну раз в 5 дороже чем это то есть если понимаете да по металлу по обработке по производству, то есть вот этот нож он создан для салата это шеф, чик-чик-чик-чик салатики резать, там всяко-всяко, капусточку морковочку и так далее вот не нужно большие ножи ложить и сверху там молотком бам-бам вот как в данном случае ела хозяйка посмотрите на этот нож еще раз давайте вот на эту камеру вам покажу вот здесь сверху видите, да бам-бам вот так вот он весь побитый, весь попосанный вот прям сильно-сильно вот прям не надо то есть если хотите чем-то порубить, возьмите какой-то старый нож вот который не жалко и вот им можно бабахать а лучше позовите мужа, пускай поднимает свою эту с дивана и сделает свою работу домашнюю честно скажу, это будет лучше в общем, да, поехали сейчас мы эти все ножи приведем в порядок ну процедура эта будет происходить вся вот на вот этом инструменте на ножи, поэтому давайте я камеру сейчас скручу с этого штатива вот так вот мы ее скрутим поставим на маленький штатив ну и поставим, собственно, просто на стол в общем, жены уже могут идти идти на кухню дальше просто вот все, что я хотел сказать что не кончайте, пожалуйста, большие ножи это не в первый раз, вот мне присылают именно вот самый большой нож женщина берет какую-нибудь самый большой, правильно? им все проще всего перерубить нет он тоньше всего, его легче всего сломать давайте в завершающих окнах я поставлю парочку видео вот два окна будут в конце вот именно где сломанные такие ножи я ремонтировал то есть там конкретно, конкретно вавка с ножом и поэтому вы увидите что будет с вашим ножом если вы будете так поступать в общем, народ сейчас вот на эту камеру сейчас я настрою наждачок чтобы было видно чтобы было видно вот так вот будет видно наждачок наш вот так теперь что мы делаем нам нужно, нам нужно, нам нужно вот это все безобразие сейчас на вулканитровом фуге убрать на вулканитровом фуге убрать ну и потом заточим все ножи сделаем красивыми, острыми и отправим обратно во своясь пускай они служат служат ну и еще раз служат своим хозяевам в общем, народ поехали дальше без комментариев ну если будут какие-то важные пояснения то буду пояснять а так сейчас вот эту всю историю мы убираем, ровняем и приводим в красивый вид поехали к сердцу, да я вот так вот стану удобным а у нас вот так вот выведем чтобы все было видно да, неудобно видеть а болтается на четырех ногах наждак у меня он упрался в этот самый на работе винтус поэтому здесь немножко неудобно вот смотрите как красиво будет ничего не будет видно не будет никаких зазубров никаких ударов тут не останется ничего неудобно это тоже вот некомитовый круг просто он более широкий и с профилем на нем удобнее работать вот конкретно в данном случае я хочу скруглить обышок чтобы он был кругленький чтобы можно было если что вот так что-то придавить вот 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 на руку выглядит наш обух смотрите ровно никаких задиров никаких ударов никаких сколов ничего все замечательно все теперь ставим кружочек следующий ну давайте мы еще на этом круге на вулканитом сейчас с обратной стороны легонечко легонечко пройдемся по серейтерному лезвию все вот теперь ставим следующий круг сразу достаем еще на чем мы будем работать и причем абразивны более абразивны для того чтобы полирнуть вот эти все видите царапины загибли давайте попробуем показать вот так вот царапинки мелкие всякие 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 кнопки сейчас немножко уберем видите да очень много царапин мы сейчас спалюнем немножко наждак я не закрепляю специально потому что ну потому что мне так удобно то есть для производства некоторых работ мне нужен мобильный наждач чтобы я мог его крутить хотя с одной стороны да было бы удобнее в некоторых случаях поставить его стационарно и вот все он работает на столе мне неудобно мне удобнее вот когда он мобильный поэтому поэтому как-то так ну в частности это удобно для ремонтов ну и ремонта на же этаж так ну давайте слезунца повернем как луфонечко пройдете чтобы они блестели ну видите пока нож тупой я в принципе вот так вот могу с ним обращаться нормально то есть я уверен что не порезут а вот если бы я сначала наносил то была б беда уже так вот легко я с ножичком себя не повел бы а дружески так вот и все ну видите здесь у нас на рукоятке как только полирнули сразу видны стали удары задиры давайте мы наверное все таки уберем тоже легонечко сейчас раз мы их кружочком вулканитом спорням я думаю достаточно то же самое следующий нож все вот кружок данный мы снимаем ставим второй круг скажем так смене абразивной пасты ну и то же самое уже финишная полировочка чтоб все блестело чтоб все горело так сервейтерный нож секундочку я его сейчас не усадите тоже отправлю вот 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 как на скрипке слышите да разная тональность хе хе а вот теперь ну что народ теперь нужно заточить все наши и потом уже финишная полировочка на круге вот вообще без пасты просто мы убираем остатки вот этой пасты тоже в общем поехали точек в принципе и все так давайте мы камеру 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 все whom и в принципе народ вот начало до конца reste давайте поправить всю это легонечко вот так, но высадите. Ну и в принципе, в принципе всё. Теперь мы можем в финальную процедуру вот так вот сделать. Раз. Буквально с каждой стороны по пару взмахов. Раз. Два. Сильно полировать не будем, потому как агрессивность свою рез потеряет. То есть нож будет резать, бумажечку там всё такое, знаете, хлеб будет резать изначально. Но вот агрессивного вгрызания, скажем так, не будет. А сейчас вот смотрите. Так, листик, 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 листик. Где-то у меня здесь есть листик А4. Берём листик. Берём сервейтерный нож. То есть вот так вот. Раз. Два. Достаточно. Более чем для сервейтера. То же самое видите, да? Вот так вот. Ну то есть тут все ножи режут одинаково. Вот этот вообще будет шабритва. Вот. Видите, да? Ну и малыш точно так же будет режеть. В принципе, на сегодня всё. Что хочу сделать. Это хочу запаковать ножи. Не так, как и запаковал хозяин, а запаковать немножко по-другому. Давайте покажу как. Ну, в принципе, тупые ножи можно было и так отправить, как это он сделал. А вот с острыми ножами я так поступать не буду. Я с острыми ножами поступлю немножечко иначе. И вот так вот. Каждый нож отдельно в плёнку. Раз. Видите. Замотал. Следующий. В эту сторону мы его ставим. Вот так вот. Сервейтерный. Вот так вот. Раз. И замотал. Муся, не буянь. А вон кошка сверху ещё. Воробьё гоняет. Так. Теперь этот опять в эту сторону. Вот так вот. Максимум нарежущую кромку убираем. Спрячем её. И замотаем. Ну и. Здесь, конечно, можно порезаться, но я думаю, что этого не случится. Аккуратненько хозяину придётся потом дома вскрыть. Сейчас я покажу, как даже вскрыть, чтобы не порезаться, чтобы ничего не повредить. Ну и ножам, естественно, чтобы ничего не было. Так. В принципе так. И последний нож. Вот так вот положил. Оп. Вот. Всё. Вот так вот они уедут к хозяину. Вот так вот они уедут к хозяину. Ну и теперь показываю, как их нужно вскрывать. Вот здесь вот между рукоятками берём нож и разрезаем. Берём нож и разрезаем, берём нож и разрезаем. Потом переворачиваем с этой стороны вот так же. С этой стороны, с этой стороны и один раз с этой стороны. Всё. То есть всё очень просто. Ну в данную бумажку уже не влезут, потому как они были неправильно собраны. Я даже не знаю, что теперь с ними сделать. Не, влезут, короче. Ну как-то. Как-то мы сейчас распакуем. Вот здесь вот. Не хочется порвать бумажку. Хотелось бы в неё уже запаковать и чтобы они домой уехали. И доехали красиво, чтобы на новой почте с ними ничего не случилось. Вот так вот. Всё, в принципе, народ, ничего с ними не будет. Вот так вот. Я их теперь запакую ещё раз в плёночку и всё. Всё. Вот теперь уже точно всё. Ну, собственно, как и на сегодня. Всё нам. Наше видео подошло к своему логическому концу. Элька. Майдандерка. А можно? Можно. Давай, Элька. Давай. Давай. И шпатки руки. В общем, народ, на сегодня всё. Давайте. Пока-пока. Увидимся. Увидимся. Пока-пока. Увидимся. 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 Продолжение следует...